Ужасная позиция, потому что единственный поезд, к которому мы могли добраться к родственникам, и прямой народу куча ездит, и это для нас катастрофа, что его снимают просто. Оставить его просто на поста, и даже не через день, чтобы он ходил, когда его иногда меняют, а чтобы ходил каждый день, и чтобы он обязательно ходил. И студенты, дети учатся тоже едут, и добраться вообще. Вот в Иоанн Франко с Черновцем просто нечем. «Нам тоже не подобается, что этого поезда не будет, потому что очень удобно было добираться, если нужно в направлении Ковеля. Мы так часто доезжаем. Ну, не знаю, что будем мы делать, потому что то и справа в час, и нема, чем им переседать. Ну, можно идти до Львова, до Иоанна Франківська, чем там переседать, назад, чем вертаться. Ну, не зручно, дуже не зручно. Мы бы хотели, чтобы он остался, чтобы зберегли этот рейс. Я думаю, какие-то варианты должны быть. Хотя бы через день, через два дни, хай бы он курсировал. Я думаю, что пассажиры будут. Кажут, что не рентабельный. Ну, насколько я знаю, что брали подписи и готовили, что все-таки вернути его. Ну, подивимся, как снова графика будет. А вы за то, чтобы его залишили? Только за то, чтобы он был, ездил, и студенты, как говорят, и куча народу едет по потребностям. Так что только за. Самый этот рейс мне сегодня очень подошел. Через то, что Чернівский, Львов, я не скажу, что рано, о 12 ночи, там, вдруг он приходит, был не зручно. Это очень зручный. Жалко будет, что его изменять просто. Часто не им пользуюсь, каждый месяц. Теперь пользуюсь не буду, потому что Укрзалізница не понимает, из-за каких причин его изменяет. Так что теперь до этого еще ездить не буду. Такий нерентабельный, что квитки треба брать за два тиждя минимума. А тут ездить два вагона пустых, это рентабельно. На вашу думку, кому это выгодно? Не знаю, кому это выгодно. Мабуть, хотят приватизировать Укрзалізницу, а хотят банкротировать ее перед тем, а потом приватизировать. Вот такая вот справа. Добрали в тот же день і відправлялися. Зараз він кожен раз за месяц. Дуже тяжко взяти билет. И его треба залишиться? Конечно. Потому что немає, как по-другому добраться. Если ехать Челер из Львова, там, получается, сутки треба добраться. Если ехать автобусами, это три раза делать пересадку. И автобусы в данный момент нет. И альтернативного напрямка, іншого добирания, ніякого немає. Но я считаю, что этот потяг нужно оставить. Это по нашей Захидной Залізнице, это Ивано-Франківский, Львов и Ковель. И дальше до Белоруссии. Я считаю, что его нужно оставить. То есть он очень необходимый? Да, очень необходимый. А так в Чернівцях мы собирали еще подписи. Еще есть люди, молодцы, Виктор, Михайлов, который собирал подписи. И было направлено больше 50 индивидуальных звонков до нашей областной администрации. Мы собирали подписи также от людей, сделали коллективные звонки до Львовской Залізнице. Эта акция присвящена тому, что сегодня, последний раз, отправляется в свой путь поезд Чернівцы-Ковель, потому что завтра уже вступает новый график и когда он уже не будет курсировать. А вообще наша акция, компания «Потяг для людей», направлена на то, чтобы отменить этот новый расклад и чтобы потяг додалее курсировал. Оскільки цей потяг единственный потяг, который изъединяет Захидную Украину, от Чернівцы до Волиньи. Дуже нагружені цей отрезок Чернівцы, Ивано-Франків, Львов, Волинь, оскільки тут дуже багато студентов, багато працюючого населення ездить. И они завжди забиті ці поезда. Наша мета, чтобы Укрзалізниця не изменяла цей потяге и не реорганизовывала, как она реорганизовывает. Оскільки поезди зникают и доъехать в будь-який куточок Західной Украины, это очень тяжело. Дороги у нас разбитые и получается, что поездов нет, дороги нет, ехать автобусами и долго, и очень дорого. Не знаю, кому это выгодно, но то, что по всему фронту и у всех фронтах идет покращение, и это покращение явно не для людей, это факт. Напевно, есть какие-то люди, кто, напевно, хочет приватизировать Укрзалізницю, а еще какие-то планы. Я точно не знаю, но знаю, что нам потребен этот поезд и мы хотим, чтобы он дальше курсировал. Мы тут собралися, чтобы высловить свой протест против закрытия потягу 660 Чернівців-Коваль, 668, если я не помиляюсь. У связи с тем, что это достаточно перегруженный маршрут, люди используются этим сполучением, поэтому мы выступаем за то, чтобы его повернули и не поменяли, потому что и так сполучения у нас плохие, дороги, на жаль, в Украине разбиты. Если еще поменять поезда, то граждане не смогут, как бы, мать сполучение между собой, и это, на жаль, очень-очень плохое. Я сам залезничник, пропрацована на жильной дороге 35 лет, и до пенсии лишь, что мне уже мало доработать, а с работы мы не можем ехать. Поезды меняют, и не будет чем доработать. А начальство говорит, что мы с вами закончили контракт, только до работы мать идти, а с работы добираются и до работы, чем хочется. Цей поезд надо вернуть для всех людей, не только для нас, залезничников, потому что куча залезничников, и с работы поедут. Так что, желаемо бы его вернуть. Люди на базар, на работы, как, чем добираться? За две недели билеты берется. Это вообще не понимание. Потому что как-то мают какие-то меры принять, хотя бы три раза на неделю, не знаю. То есть этот потяг очень подойдет? Очень, конечно, очень. Потому что люди мают как-то виживать, как-то легче, чтобы было доехать. Хоть и в общем-то не едешь, но все равно. Мы постоянно едем с работой этим потягом, и он нам очень нужный. Мы не имеем чим совсем добираться до этой станции. У нас вообще маршрутки не ходят, мы из села. И нам очень нужный этот поезд, чего ему его изменяют. Мы совсем не понимаем, почему это так. Нам нужно и каждый день, не то, что через день. Потому что у нас есть очень много людей, мы собрали подписи, 160 человек, и никто нас не слушает. Ничего, никакие меры не принимают из этого. Если бы приходило начальство до людей, и интересно, как они живут, какими интересами, что и так далее. Хотела бы себе чувствовать этот защит. А наоборот, снимают. Вам этот потяг очень нужный? Очень нужный, очень нужный. А если нужно что-то изменять, то нехай дают заменить другой. Нехай дают заменить, но нужно, потому что, как студенты, больше работников, от залезничников, есть 170 человек, которые набрали подписи. Очень много таких, которые работают в мережах, понимаете, в администрации, в установах, на предприятиях, в торговле. Так что нужно, нужно. Людей очень много, наличие больше 300 человек. Я бы дала побежание, чтобы все-таки звернули на нас увагу. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok